В Иванове открылся второй по счету центр гемодиализа. Сюда приезжать на жизненно важную процедуру пациенты с почечной недостаточностью будут со всего региона. Перерезать красную ленточку предложили исполняющему обязанности директора здравоохранения Сергею Аминодову. Количество больных, которые нуждаются в гемодиализии, постоянно растет. И открытие нового медицинского центра в принципе говорит о том, что эта услуга будет осуществляться более качественно, более, так скажем, на конкурентной основе. И все-таки наши пациенты будут иметь возможность выбора. На сегодняшний день в центре 46 пациентов. Цифру можно увеличить до 120. Затем, чтобы аппараты работали исправно, следят специалисты. Процедуру по предписанию медиков необходимо проводить трижды в неделю. Каждая занимает немало времени. От 4 до 5 часов в зависимости от размеров пациента и в зависимости от качества очистки. Аппараты онлайн показывают степень очистки крови, по которой можно сориентироваться, сколько пациенту надо лежать. 4, 4, 20, 4, 30, 5 часов. Андрей на диализе уже 7 лет. Главное, говорит мужчина, качество медтехники. Здесь она новая, поэтому процедура проходит достаточно комфортно. За минуту аппарат перегоняет около 400 миллилитров крови. Повторений требуется несколько десятков. Когда лежишь, то не больно. Когда только на уколы ставят, там ощущение есть. А так, ну какая здесь боль. Обычное прививание крови под давлением всего. Каждый аппарат «Искусственная почка» стоит около полутора миллионов рублей. Одна процедура с учетом расходных материалов – 6 тысяч. Несмотря на это, пациент не тратит ни копейки. Все покрывают средства ОМС. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.